Дай почитать. Пример телеканал Матч ТВ на 234 месте. Ника Марш в прошлом теле-радиожурналист в юности мечтала поступить на исторический факультет, но родители отговорили, и она окончила журналистику. Темой ее интервью стали беседы с тверским краеведом Борисом Роттермелем. Она заметила, что большой отклик у слушателей вызывала именно тема крепостного права. Возможно, предположила Ника Марш, что это недавнее явление российской истории, и многие пропускают его через себя. И она попыталась счастья в блогерстве с историческим контентом и добилась успеха. Издательство Бомбора выпустило книгу «Крепкие узы. Как жили, любили и работали крепостные крестьяне в России». Глав 24 названы, понятно, но интригующие. Крепостная любовь, крепостная ненависть, крепостные миллионеры, поэты, художники, умельцы, помещичи гаремы, крестьянская невинность, как женили крепостных. Такой своеобразный сторителлинг, как сейчас говорят, да, с опорой на исторические источники в перемешку с художественной литературой, как то записки охотника Тургенева, собрание сочинений в пяти томах Шевченко или мамин сибиряк в шести томах. Читать можно с любой главы по интересам и под настроением. Не сомневаюсь, что многих малоинтересующихся историей и литературой эта книга привлечет и порадует. Собственно, это такой жанр тематической истории про судьбы людей, написанной непритязательно и легко. Например, можно узнать о судьбах Прасковья Жемчуговой, Екатерины Семеновой, Татьяны Шлыковой, Гранатовой. А последней сообщается, что семилетнюю Таню взяли в графский дом Шереметьевых в начале 1780-х. Как из нее делали актрису, как она получила свои первые роли в 12 лет, что голос ее звучал, словно серебряный колокольчик, а как она двигалась, свободу получила в 1803 году, но осталась у бывших хозяев. Потом приводится большой отрывок из воспоминаний Сергея Шереметьева о ней. В принципе, вот и вся познавательная информация. В чем права Ника Марш? Так это в том, что написана наша история не одними только черными красками, и что в истории крепостного права есть место не только слезам, но и ему, таланту, везению, гордости, любви и преданности. Книга Ники Марш о людях и о тех крепких узах, которые связывали помещика и крепостного. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!